Добрый день! Сегодня хочу рассказать как работать с файлом по нежилым помещениям. Перед нами файл, давайте отвлекусь и расскажу вам вообще суть. Мы сейчас будем делать первый фильтр, где будем отфильтровывать помещения, которые нам будут наиболее интересны и с которыми в дальнейшем мы будем работать. Если брать по иерархии нежилых помещений, я бы по опыту определил следующую иерархию. На первом месте идут помещения под торговлю, кафе, торговля, в торговых центрах, в зданиях с отдельным входом в это помещение. Помещения, которые меньшим спросом пользуются, это офисные помещения и столбские помещения. Если по помещениям, которые мы рассматриваем, на что еще требуется обратить внимание, это на наличие на данный момент там арендаторов. Есть арендаторы, либо нет арендаторов. Здесь будет несколько разный подход продажи. Если арендаторы есть, у них скорее всего есть договор аренды, надо посмотреть на какое время. И в некотором случае сами арендаторы, в принципе, готовы купать данное помещение, если есть такая возможность. Это раз. Ну и второй как бы момент, что всегда с этими людьми можно переговорить на какие-то контакты установить. И возможно в дальнейшем им понадобится где-то помещение, которое нужно будет купить. То есть это налаживание каких-то контактов и связей. Ну и дополнительно, что тоже можно обозначить, что все звонки, которые будут идти по рекламе по этим помещениям, это тоже, как правило, люди, которые ищут помещения для покупки, для бизнеса, как правило. И обмен данными контактами друг с другом приводит к тому, что люди обращаются. Можно уже работать непосредственно под клиента, что упрощает, значительно упрощает саму работу. То есть если у меня была, например, по Ярославлю база, а это файл по Ярославлю, то я бы сейчас исходил из того, что клиентам нужно в первую очередь. То есть я обозвал второй файлик и посмотрел, какие из потребностей у людей, которые давали запросы, и под эти потребности он в первую очередь уже делал фильтрацию. Но у меня здесь, к сожалению, этого файлика нет, поэтому мы просто сделаем первую фильтрацию по помещениям по Ярославлю. Да, если еще брать по файлам, то по торгам торги делятся на два варианта. Это аукционы и публичные предложения. Публичные предложения, как правило, есть начальная цена и есть минимальная цена. Ну и, как правило, дают за текущая цена, если это не первый уровень. Вот здесь он уже в середине. То есть цена 13 миллионов. Аукционы. Есть только начальная цена. И шаг аукцион уже будет на самой торговой площадке расписан, на которую мы можем перейти вот либо по этой, либо по этой ссылочке. Мы уже попадем на саму электронную площадку. Я потом это покажу. Итак, первое, первое помещение. Первое помещение у нас находится по адресу Ярославлю. Вот Зеленцова, дом 9. Я ухожу на карту, забиваю данное помещение. Вот смотрю вообще территориально по городу, где оно находится. Соответственно, помещение, которое востребовано, они, как правило, находятся либо в центре города, либо в каких-то транспортных узлах, чтобы поток людей был приличный. Вот данное помещение находится у нас около реки. Не знаю, хорошо это плохо, трудно сказать. Площадь какая-то. Вот оно здание. Вот оно здание. Мы выходим на панораму. Пытаемся посмотреть вообще, как это здание выглядит. Так, у нас дом 9. Мы максимум, что видим, это дом 13. Получается, дом 9 будет за этим зданием. Визуально мы его определить не можем. Переходим опять к описанию. Быстренько смотрим, что у нас здесь написано. Написано что у нас здесь следующее, что это здание площадью 1701 квадратный метр и земельный участок площадью 1422 квадратных метра. 14 соток. 14 соток. Ну, залоги бла-бла-бла. Это нам сейчас не настолько важно. Надо описание, к чему вообще это все можно. Ну, вообще, чтобы это как бы значило. Так, разрешенный вид использования. Значит, это земля населенных пунктов. Это хорошо. Так. Вот. А именно, здоровительно-бытовой комплекс. Назначение не жилое, трехэтажное. Здание общей площадью такой. Вот у нас получается, что с учетом того, что у нас здесь также не входит, значит, что у нас не входит, не входит, не входит, не входит. Имущество не является предметом залога. Это нагреватель, гантели чугунные, штанги, диски, мойка, гимнастический козел, опора для дисков. То есть, скорее всего, это что-то из разряда спортивной, ну, либо секции, либо фитнес-клуба, либо еще что-то в этом роде. Исходя из этого, можно сказать, что там на данный момент находится какой-то фитнес-центр. Вот. Либо он там был, либо он сейчас находится. И если он сейчас там находится, то по факту можно подойти к директору данного фитнес-центра, поговорить с ним по поводу выкупа. Либо, либо данное помещение можно будет в дальнейшем использовать по той же самой фитнес-центр. Опять же, выхожу на карту, смотрю. Ну, насчет фитнес-центра, если честно сказать, затрудняюсь. Потому что, не знаю, насчет спального района, по-моему, тут как-то несколько, не совсем понятно, кроме вот этой зоны. Что у нас находится в этой зоне? С какого-то страны бы на нее посмотреть. Ну, видно, люди работают. Поэтому что-то предложить им по поводу спорта возможно и можно. Ну, для себя бы я, наверное, вот это оставил, потому что смысл есть. Если тебе вообще посмотреть на месте, что к чему. Я его пока отмечу. Отметил. Следующее. Значит, следующее у нас помещение нежилого назначения площади 702 м2 на третьем этаже. Это, скорее всего, офисное. Так, берем, смотрим, что у нас по адресу. по адресу. Похоже, что он а-ля спального района. Вот оно здание. Вот оно здание. В этом здании, по крайней мере, я вижу, что находится кафе. И третий этаж у нас. Ну, я думаю, что Псоколь, наверное, не будет первым этажем. Вот первый, второй, третий. Вот третий этаж. Это, скорее всего, под офисом. Ну, из плюсов, из плюсов. Здание новое. Это плюс. Рядом у нас, получается, люди живут. Да, это жилые, скорее всего. Здание. Вряд ли офисное. Пройдем по улице чуть-чуть. Да, ну, по крайней мере, это очень похоже, что здесь люди живут. помещение офисное, здание новое. В общем, для офисов может быть вполне даже и неплохо. Здание, скорее всего, не жилое. С учетом того, что третий этаж у нас не жилые помещения, а это серединка. Скорее всего, это небольшой бизнес-центр. Поэтому я это, наверное, тоже оставлю. Дальше. Магазин. Магазин. Земельный участок. Магазин. Назначение нежилое. Двухэтажная площадь 800, ну, 800, о, вернее, 759 квадратных метров. И земельный участок. Земельный участок площадью 944 квадратных метров. Давайте посмотрим, где у нас, что находится. Ну, здесь похоже, что это частный сектор. Частный сектор. И вот у нас это здание. Таблички на этом здании есть. Ну, кроме того, что сдаются в аренду срочно. Здесь вроде-ка ничего и нету. Походная группа. Вот эта дверь. И все. Вообще странно построили, мы могли бы, наверное, здесь тоже какую-нибудь дверку сделать. Чтобы всем было красиво. Ну, и с плюсом, что частный сектор. Вот какие-нибудь там инструменты. по цене у нас аукцион. 11500. Ну, давайте я тоже, наверное, тут оставлю. Пускай будет. Так, помещение, значит, нежилое. Площадь. 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 Бокс. Бокс 83. Площадь 14, ооо, 18 и 4. Это, скорее всего, гараж. Да, это ГСК, помните, неинтересно. Убираем. Так, дальше. Жилое помещение. Площадь 165 квадратных метров. Так, имеется задолженность по оплате коммунальных платежей. По поводу, кстати, задолженности. Задолженности после того, в ГАСИК, за счет конкурсного управляющего Буманкроста. Так, предназначалось начало для осуществления предпринимательской деятельности. Ну, давайте посмотрим, где у нас и что находится адрес. Площадь. 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 Площадь Так, 38, 26, у нас какой адрес, 38, 27, а, ну да, здесь 38, 27, вот, вот это помещение очень интересно, скорее всего, находится в бизнес-центре, вот это надо обязательно смотреть. Так, далее, помещение земельные участки, помещение нежилое, так, второй этаж, третий этаж, вижу, четвертый этаж, здесь много помещений, много помещений, 384 квадрата, 383 квадрата, давайте посмотрим, где находится, где оно у нас находится. Вот. Вот, получается, вот это здание. Так, офисное здание. Новое. Новое офисное здание. С арендатором. Давайте еще посмотрим, что входит в лоб. Так. Помещение нежилое, помещение, комната 1-2, второй этаж, площадь 22 квадратных метра, помещение с первого по двадцатую комнату, площадью 385 квадратных метров, это третий этаж. Помещение, значит, помещение с первого по двадцатую комнату, это четвертый этаж, площадью 384 квадратных метра, там помещение, площадью 384 квадратных метра, не написано какой этаж. Помещение, значит, комнаты третьей, с двенадцатой по девятнадцатую, техническое подполье, значит, под подвал, 115 квадратных метров. Помещение с четвертого по десятая, площадью 126 квадратных метров. Помещение, значит, комната 1-2, 11, это тоже технический этаж, 98 квадратных метров. Помещение с четвертого по 11, это первый этаж, площадью 224 квадратных метра. Помещение с первого по третью комнату, 18-19, помещение первый этаж, площадью 40 квадратных метров. Помещение с пятнадцатой по двадцать вторую комнату, 24-96, помещение на втором этаже, третья, двенадцатая комната, 14-23, 23-е по 28-е комнату, 264 квадратных метра. Земельный участок, 26 соток, и, значит, что у нас там получается, доля вправе 85%, 85% доля вправе. Земельный участок, 26 соток, 24-7%, земельный участок в 26 соток, 46%. Земельный участок, 10 соток, все имущество находится по адресу. Бла-бла-бла-бла. Можно сделать вывод, что придается где-то 80-90% вот этого здания, плюс к этому и земельный участок, который находится под ним. В общем, если так вот брать, в общем, если надо, конечно, это смотреть по моменту спроса, ну, в общем, я бы его, наверное, тоже оставил, пока, по крайней мере, давайте его оставим. Так, далее, объект культурного наследия, памятник истории и культуры, усадьба Макиных Крапиных, главный дом, общая площадь помещений, 259 квадратных метров, что в своей совокупности представляет собой правую зеркальную часть здания, а также доля вправе на помещении общего пользования помещения площадью 65,4 квадратных метра, общей площадью 449 квадратных метров, постройка 18-й год реконструкции 2012-й, вот адрес. Так, вот, скорее всего, вот этот дом. Скорее всего, вот этот дом. Что у нас в этом доме? В этом доме у нас отель. Отель это хорошо. Почему отель это хорошо? В любых гостиницах, как правило, вложены большие средства. И передача помещения другому собственнику всегда говорит о том, что, возможно, не будет пролонгации аренды. На такие варианты всегда надо обращать внимание. Как правило, здесь собственник отеля заинтересован данным помещением. Тоже отметил. Так, и последнее, что у нас здесь. Помещение назначения нежилой, общеплощадь 398 квадратных метров. Второй этаж, кадастровый номер такой-то и улица. Так, и последнее, что у нас здесь. Вот, получается, это здание. Что у нас находится в этом здании? В этом здании у нас находится Международный институт экономики и права. По описанию лута у нас получается этаж 2. Этаж 2, 398 квадратных метров. Ну, этаж 2, либо это вот этот. Ну, если это вот этот, то, скорее всего, здесь будет у нас отдельный вход. Ну, да, кто-то снимает, скорее всего. Ну, либо там тоже какой-то вход. Тоже, тоже, скорее всего, снимают. Здесь тоже, возможно, арендаторы. Сейчас. Другой стороне посмотрим. Другой стороне, к сожалению, не видно. Потому что второй этаж еще вот здесь. Вот это, скорее всего, крыло. Все-таки это институт. А вот это уже крыло. Это уже под сдачу. Под сдачу, местонахождение у нас. В общем, тоже жилой район. Так, пока что отмечаю. Значит, что у нас получилось из интересного? Значит, первое. Первый лот у нас, соответственно... А, ну, давайте так. Все, мы отметим. Мы это все отметили. И вот теперь вот документ с отмеченными помещениями нам надо отправить к нам на почту. Вот. На почту. Где наш специалист посмотрит. Сможем ли мы на этих площадках отыграть. Потому что, к сожалению, бывает ситуация, при которой мы электронные площадки. Там надо проходить регистрацию. Регистрация иногда проходить довольно-таки проблематично. Вот. Но есть площадки, где у нас регистрация уже пройдена. Поэтому тут... Ну, посмотрит. Скажет, да, вот здесь, здесь, здесь. Мы можем отыграть. И все нормально. И пришлет данный Excel-документ обратно уже вам. Вот. Ну, допустим, допустим. Посмотрел. Все нормально. Вот. Надо отобрать дальше помещение. Так что давайте мы отберем еще разочек. Значит, вот это у нас фитнес-центр. Ну, давайте пока мы, наверное, его оставим. Фитнес-центр. Дальше. Это у нас новое строение. Новый дом. Третий этаж. Новый дом. Ну, под вопросом. Под вопросом. Магазин. Земельный участок. Магазин. Ну, я бы, наверное, оставил все-таки торговое помещение. Это торговое помещение. Дальше. Нежилое помещение у нас. А, ну, вот это торговый центр. Это обязательно надо оставлять. Просто обязательно. Так. Это у нас большое. Большое под вопросом. И цена здесь, в принципе, тоже немаленькая. Я, наверное, бы удалил. Объект культурного наследия. Отель. Там у нас находится отель. Отель я бы оставил. Так. И вот это у нас... Там, где институт. Ну, трудно сказать по поводу института. С учетом того, что арендаторов не всегда просто найти. Ну, давайте все-таки мы упор сделаем на то, что вот... Торговое. Сначала на торговых. Потому что помещение, которое под аренду, это не всегда так просто. Значит, что у нас осталось по торговому. Культурного наследия я бы оставил, потому что центр города. И при этом там еще отель находится. Поэтому я бы туда минимум съездил и посмотрел, что к чему. Дальше... Из оставшегося... Бизнес-центр. Ну, тут в любом случае надо смотреть. Тут отправило очень хорошо. Так, магазин. Ну, под вопросом магазин. Странный магазин. Ну, тут надо смотреть, что сейчас находится в этом магазине. Если там пустая коробка, то, наверное, нет. Если там что-то сейчас работает, то, наверное, да. Так. Офисное помещение. Пропадаем. Убираем. И у нас тут фитнес-центр, так называемый. То есть, теоретически, тоже надо ехать и смотреть. Значит, что у нас получается? У нас на данный момент получается 5 помещений, которые мы можем рассмотреть. И давайте мы выделим, наверное, основные. На что лучше всего обратить внимание. Это на отель. Это однозначно на бизнес-центр, где продается, вернее, даже не бизнес-центр, а торговый центр. Так, магазин под вопросом. И бизнес-центр тоже под вопросом, с учетом того, что, к сожалению, район беспальный. Но съездить я бы туда съездил, потому что, если это все работает, если это все в аренде, мы минимум познакомимся. В рекламу, конечно, я бы рекомендовал дать вот эти два. Вот, когда мы определяемся по второму фильтру уже окончательно, да, на куда нам надо съездить. И, соответственно, в какие помещения желательно-желательно нам выставить рекламу. А мы переходим на торговую площадку. Вот, например, сюда. Открываем торговую площадку. Вот, у нас описание лота. Вот, у нас описание лота. А нам нужно не описание лота, нам нужно управляющий. Вот управляющий. Нужны данные управляющие, чтобы можно было позвонить. Площадка немножко тяжелая. На мать-с посмотрим. Можно на мать-с, и все будет проще. Да, на мать-с все так пожестче. Лот-1. Лот-2. Ага, заоруженные площадки. Вот, кстати, вот это тоже можно иногда посмотреть, какие еще лоты есть. Потому что иногда не все находится в акселевском документе. Так, ну вот. Вот у нас слот, и нам нужно посмотреть. Вот управляющий. Лот-2. А вот контактная информация для участников торговых. Контактный мейл. И ее телефон. Которому надо звонить. Вот. И наша задача какая? Последним шагом. Это записаться на просмотр, чтобы можно было попасть в это помещение. Сфотографировать, сделать видеофотосъемку. И запрос документов, чтобы они тоже были под рукой. Что в случае, если покупатель скажет, что можно посмотреть документы, чтобы сразу можно было отправить на контактный мейл. А как работать с торговой площадкой в следующем видео я там более подробно расскажу. Ну и будет дан образец заполнения письма для конкурсного управляющего. Ну, пока что на этом все. Продолжение следует...